Welcome to the future Всем привет, с вами Астрема и новая серия прохождения Tales of the Styria уже на ваших экранах А в предыдущей серии я все-таки пробрался вместе с Реем через подземный лабиринт и добрался до выхода в город Наконец-то мы на свободе, солнце уже поднялось Да, просто свет такой яркий, что у меня немного закружилась голова Ну и я сама так сильно хочу спать, что с ног валюсь За моим домом следят, идем лучше в трактир Нам нужно высушить одежду, а то простудимся Хорошая идея Ладно, тогда отправляемся к трактиру Так, где у нас трактир находится? Ну, у нас дорога ведет только в центр Поэтому слишком долго думать не придется Ага, вон и трактир Его уже видно на карте Посмотрим, что об этом думают наши герои Обо всем происходящем А нам все еще говорят о том, что советник хочет отправить Алишу в зараженный чумой город Похоже, мы устроили еще одно представление Ура, мы молодцы Ну, по крайней мере, мы избавились от зла Чистое совпадение Но я все равно рада Такое чувство, что мы сделали все, что смогли Ты говоришь так, будто это конец В каком-то смысле, да Я решила, что отправляюсь в Марленд Это чумной город Ты что, послушаешь советников? Какие бы извращенные цели не преследовал советник Приказ есть приказ И еще Это не отменяет того факта, что Марленд страдает Я готова на все, чтобы помочь народу Хайлэнда Алиша Совет может смеяться Хорошо, тогда я иду с тобой Тебе нельзя вмешиваться Я и так уже доставила тебе кучу хлопот Но как ты доберешься до Марленда? Мост-то смыло? Я не знаю Одна голова хорошо, а четыре лучше И это просто замечательная голова Кроме того, нам еще понадобится мост Спасибо Незачем благодарить нас Вчерашний ужин был просто фантастическим Хорошо, давайте посмотрим В каком состоянии сейчас мост Посмотрим, что сделали Жители с мостом Но сначала Сначала мы Сохраним игру И посмотрим новые диалоги Которые, по идее, должны были Появиться Как здорово Что можно подготовиться к бою Объединяя снаряжение в лавке Да, удивительно Что даже люди могут раскрывать весь потенциал Некоторого снаряжения Например, божественного артефакта Кроме того, можно объединять Ненужное снаряжение И оно станет полезным Я тоже этим когда-то занималась Но чтобы вспомнить Потребуется какое-то время Ого, интересно, у меня получится? Говорят, люди без врожденных способностей Испытывают не самые приятные ощущения Как будто у них из затылка Вырывают нервные клетки Да, не самое Приятное Ощущение, наверное Но у нас Лайла изучила новый талант Объединение снаряжения И теперь Я так понимаю Она сама сможет этим у нас Заниматься Так Так, так, так Что у нас здесь? Новые боевые действия Парный удар Обычное состояние После первого комбо Нажмите и удерживайте РТ Чтобы потратить Один ОСВ Остановить 50 ОСВ Партнеру И мгновенно продолжить атаку Так Ладно Пригодится Главное запомнить И не забыть Все это дело Так вот Лайла Лайла Вот объединение Очки объединения Копятся и тратятся Чтобы объединить предметы С одинаковым Названием Повысьте уровень Чтобы увеличить Очки слияния Ну, что я думаю У нас ведь на Высокой сложности Опыта нам дается меньше Но нам дается больше денег Наверное, все-таки Поддержание здоровья Будет полезнее намного А уж Денег нам хватит За прохождение На высокой сложности Чтобы объединять предметы Поэтому Не будем ничего Менять здесь А лучше Еще чего-нибудь С хомячем Сарей То, что Произошло во дворце Не знаю Как и сказать Мне очень жаль Не думай об этом Не думала Что они Так далеко зайдут Я была уверена Что ты Справишься И все же Нет, если бы ты не явилась Бартфул и остальные Уже наверняка Были бы мертвы Наверное, ты считаешь Меня глупой Ведь я защищаю тех Кто пытался Меня убить Но таковы правила Убеемых Беспорядки Могли бы Выйти из-под контроля Так что Так что Благополучие страны Важнее твоего собственного Я прав Ну вот Собиралась извиниться Вместо этого Жалуюсь Не волнуйся Добрый оруженосец Пастырь всегда тебя выслушает Тогда Прими мою благодарность Славный пастырь Если тебе потребуется помощь Лишь позови Тогда я могу Попросить об услуге Разумеется Ты не могла бы Извиниться перед солдатами За меня Скажи, что я Прошу у них прощения За нанесенные удары Я об этом позабочусь Уверена Они уже поняли Что легко отделались Оф Уши бы мои этого не слышали Так слышали ведь Но мы же Ненарочно Ненарочно подслушивали Тебя что-то беспокоит Сарей Возлагает на себя Слишком большую ношу Вот и все Ну, что поделать Такой вот у нас Пастырь Да и они тоже Ничем не лучше В принципе Хранитель значит А ты можешь стать Хранителем с помощью Священного клинка Это возможно Но священный клинок Теперь принадлежит тебе И что? Я не заслуживаю Поклонения местных жителей Вместо того Чтобы стать хранителем Я решил отправиться В собственное путешествие Закрыв глаза На поглощающее Город зло Лайла Лайла Как долго ты жила В священном клинке? Прошло Более 10 лет Ты долго ждала Появления пастыря? Ради спасения Людей во всем мире Пожалуй Ты прав Но наше путешествие Только началось Да Это лишь начало 10 лет Я почему-то думал Что она там Пробыла намного дольше Ну вот фея Которая Фейри Фенсер Ф Жила В священном клинке Она там Там меч Короче Торчал В земле И меч этот Торчал там С основания города Я почему-то думал Что Лайла В мече Тоже Пробыла Довольно долго Оказывается Там всего-то 10 лет Прости Я не знала Что ты переодеваешься Ничего страшного Я просто приводила Доспехи в порядок Мне все равно Не следовало Так нахально Врываться В комнату девушки Тогда я официально Приглашу тебя пройти Входи Сарей Как скажешь Ты что-то хотел А Я хотел узнать Успеваешь ли ты отдыхать Между боями Сообщи Если в другу станешь Все в порядке Мое копье и доспехи В отличном состоянии На самом деле Я хотел спросить О твоих доспехах Они ведь Не совсем обычные Да Ты прав Прозрачные части А Ты про прозрачные части Эти доспехи Передавались В семье Дифа Дифда От поколения к поколению Хотя Я и последняя В очереди Престола Престола Наследия Говорят Он сумел победить Монстра Способного Одним взглядом Обратить Кого угодно В черный кристалл Черный кристалл Погоди Значит Да Считается Что тогда На нем Были именно Эти доспехи Конечно Это просто Древняя легенда Да и сохранились Только части Хочешь взглянуть? Конечно Он намного Прозрачнее Чем я думал Я и не замечал Алиша Твоя еда Уже Ой Простите Что помешала Лайла Это не то Что ты думаешь Да уж Лучше стучать Перед тем Как ходить Чужую комнату Так Ну и Еще один Заходик Ну вот Собственно И все Что нам Хотели Рассказать Еще раз Сохраним Игру И отправимся К мосту Надо бы узнать Что с ним Будем надеяться Что местные Жители Не теряли Времени Зря А Приводили его В порядок Хотя я не знаю Сколько там Времени Прошло Недолго Я Отсутствовал Там Так что Мне кажется Вряд ли Не успели бы Мост Остановить За это Время Так Осталось Понять Ага Мост был Вон На склоне Горы Горы Хорошо Волки Волки Которые Ничего Особого У себя Не представляют Ох Кого-то Бомбануло Похоже Лайва Объединение Так Ну это тот Талант Котором Которым Мы слышали В диалогах Лайва Научилась Объединять Вещи Но Но Нет Пожалуй Пусть Лучше Поддерживает Здоровье В бою Это Куда Более Полезно Так Да 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 Вон Там Вот Должен Быть По идее Мост Да Все верно Мне уже Блин Поскорее Хочется Открыть Следующий Уровень Сложности Хоть На этом Довольно Сложно Но Все Таки Хочется Посмотреть Что Будет Там Здесь Я не знаю Ни один Еще Дальше Уровень Точно Есть Там Несколько Два Или Три Последний Насколько Я знаю Это Уровень Сложности Хаос Вот Там Будет Веселье Так Прошу Прошу Простить Да Да Уж Просто Да Уж Никто Даже Не Начал Восстанавливать Мост Пока Сарея Не Было Ладно Сейчас Посмотрим Что там Случилось У них Я Наверное Они Не Просто Валялись Здесь Дело Есть Какая-то Причина Хотя Б По Которой Они Не Смогли Восстановить Мост Иначе Паспир Будет Зол Так Все Отправляемся Собирать Информацию Ну В самом деле О чем Они Вообще Думают Мы Что Так И Будем Здесь Вечно Торчать По Их Прихотя Я Слышал Что Пастырь Сумел Успокоить Духа Воды Но Должно Быть Это Всего Лишь Слухи Чтобы Привлечь Сюда Людей Блин Ну Обидно Честное Слово Обидно Я С какого Раза Я там Победил С третьего Наверное Этого Духа Воды Это Было Тоже Довольно Сложно Да Они Еще Не Верят Ну Вот Они Говорят Что Починят Мост Но Здесь Вообще Нет Солдат Срочной Службы Вот Они Привлекли Для Этой Работы Нас Наемников День Из Тех Кто Воротит Нос От работы Если За нее Платят Но Как То Все Это Шиворот На Ворот Да Что-то Никто Не Хочет Организовывать Работу Вода Полностью Поглотила Острова Посередине Реки Если Их Затопило То И Нас Тоже Затопят Невозможно Будет Восстановить Мост При Таком Сильном Течении Опоры Просто Не Выдержат Ну да Тоже Логично Течение Это Сильное Это Совсем Нехорошо Я Даже Не Знаю С Чего Тут Начинать Чтобы Попытаться Это Починить Короче Ясно Люди Просто Не Понимают Как 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 Вообще Из Чего Начать Хотя Я Тоже Особо Не Представляю Как С Таким Течением Да Еще В Такие Это Времена Ладно Ладно Я Даже Сейчас Не Особо Представляю Как Все Это Делается Но Как В те Времена Вот Такие Мосты Возводились Это Вообще Для меня Тайная Загадка Вы Слышали Об Ужасной Болезни Которая Охватила Марлин Город На Другом Берегу Реки Жители Марлин Отправили Сюда Представителей Закупить Лекарства Для Города Но Дела Сложились Так Что Теперь Он Застрял На Этом Берегу Реки Ясно Понятно Короче Из-за Сломанного Моста К тому Ж В Марлин Не Могут Попасть Лекарства Грусть Если На той Стороне Болезнь То Мы Думаю Как Нибудь Обойдемся Без Моста Это Немного Жестоко По Отношению К Людям Из Марлин Но Тут Уж Либо Они Либо Мы Что Ж Это Было Неприятно Но Мы Не Можем Их Винить Любой На Их Месте Испугался Б Эпидемии Ну Да Винить То Их Действительно Не За Что Учитывая То Что Там Чума И Город Сейчас Отрезан От Них Это Только В плюсе Для Них Наверно Да Возможно Не Стоило Браться За Эту Работу Никаких Признаков Что Пастыря Побризости Тоже Нет А Ведь Я Так Надеялся Его Увидеть Да Ладно Напомнило Мне Это Случай Из Кунг Фу Панды Где Отец Встретился С По Впервые Вот Примерно То же Самое Конечно Мне Нравится Помогать Людям По Мере Сил Но Я Не Собираюсь Рисковать Ради Этого Жизня О Какой Любопытный Наряд Должно Быть Ты Пастырь Да Я Сарей Я Нив Посланник Из Марлинда Города На том Берегу Реки Пастырь Сарей Я Слышал Вам Удалось Одолеть Гнев Духа Воды Я Перед Вами В Большом Долгу О Да Ладно Пустяки Господин Нив Вы Хотели Что-то Со мной Обсудить Ну Видите Ли Благодаря Вашим Героическим Усилиям По Усмирению Духа Воды Течение Успокоилось И Теперь Мы Сможем Починить Мост Но Я Боюсь На это Все равно Уйдет Слишком Много Времени Мне Нужно Срочно Вернуться И Доставить Эти Лекарства Хм Ясно Тогда Сарей Нет Я Прошу Прошу Прощения Я Не Должен Был Прошу 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 А Мы Должен Лю Лайла провавит, если начать вот так вот помогать каждому Тогда, тогда, тогда Тогда Сарея замучает окончательно И в край В этом просто нет смысла Кто знает, но может быть этот пастырь, о котором все толкуют Все-таки объявился и спасет положение А вот может быть Можно тебя на минуту? Я бы хотел обсудить этот вопрос поподробнее Как скажешь Проблему? Ну, я тоже хочу помочь с мостом для блага Марленда Я спросила, но Все идет не так, как ты надеялась Я не из тех, кто сразу сдается Мне просто нужно время, чтобы понять, как я могу помочь Ладно, о чем ты хотел поговорить? Я думаю, мы должны поговорить с Серафимом Земли у Священного Пика, чтобы он помог починить мост Он сдвинет речной берег, чтобы заложить основание моста Такое, такое возможно? Определенно Я все же хочу убедить всех, что я могу здесь помочь Ничего страшного, если я пока останусь здесь Не волнуйся, все в порядке Делай, что должна Мы рассчитываем на тебя, Алиша Отлично Предоставьте это мне А мы пока отправимся к Священному Пику До встречи Извините, вы сказали, что отправляетесь на Священный Пик? Что-то не так? Если жизнь вам дорога, держитесь подальше от Пика, Рейфалк Не просто, так эта гора так часто упоминается в легендах о драконах Она из тех мест, куда людям не стоит соваться Легенды о драконах? В небесном писании ничего такого не было Скажи мне, ты знаешь легенду о восьми змеях? Эта легенда есть у всех народов В ней говорится о восьми драконах, которые предали Серафима и были изгнаны в Нижний мир Говорят, что один из этих драконов Живет у Пика, Рейфалк Но в небесном писании ничего такого не упоминается Может и так Детва ли все рассказы и легенды мира можно уместить в одну книгу? Спасибо за это предупреждение, но мы все равно пойдем Все будет хорошо Лайла тоже никогда не слышала этой легенды Расстановка команды Если Сарей единственный человек в команде То помогать ему в бою может только один Серафим Чтобы сменить помощника Выбираем его крестовиной У Серафима, не участвующих в битве, автоматически восстанавливается ОЗ Следите за здоровьем напарника И если необходимо, зовите на помощь кого-нибудь другого Драконы, драконы, драконы Что-то новенькое Ну а на этом все Подписывайтесь на канал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok